здравствуйте друзья я интересовалась в интернете темой плазма и мне попалась очень интересная статья но на иностранном сайте во избежание чтобы не заблокировали пять мою тему моё выступление ли мою зачитку я буду читать ну не показывая статью так вот называется сама статья плазма что меняет правила игры в области чистой энергии самое интересное я перекинула на другой телефон и попыталась открыть на другом телефоне посылки по скопированной и у меня ничего не получилось в общем будем читать для многих концепция использования плазмы для преобразования отхода в энергии является научной фантастикой тем не менее одна британская компания используют ее именно для этого компания advanced plasma power приложение разработала процесс под названием газоплазма который сочетает газификацию и плазменную обработку для преобразования отходов два продукта синтез газ богатый водородом и инертный продукт называемый плазморок фирма заявляет что она находит применение в качестве высококачественного строительного материала по словам компании процесс включает себя несколько этапов после переработки отходов для получения любых материалов которые могут быть переработаны остаток превращается в то что приложение называет топливом из отходов или rdf газогенератор нагревает rdf и превращает его в сырой синтез газ который подается в установку газоплазм плазменного преобразования в плазму приложение говорится что интенсивный нагрев плазменной дуги температура которого превышает 8000 градусов по цельсию а также интенсивное ультрафиолетовое излучение плазмы приводит к полному растрескиванию смолистых веществ и расшиплению обугленных материалов побочными продуктами этого крекинга является чистый синтез газ и плазма бытовые отходы то что мы выбрасываем коммерческие промышленные отходы даже более неприятные вещи опасные отходы все это в принципе можно преобразовать сказал снбс в телефонном интервью рольф штайн генеральный директор advanced plasma power приведу несколько примеров в процессе производства энергии могут использоваться такие отходы как криозот масла и шлам по словам компании процесс который по ее словам является модульным и масштабируемым приводит к минимальным выбросам стенд добавил что один из направлений которым занимается компания является переработка синтез газа в современное биотоплива такое как сжатый биометан мы только что выиграли грант от правительства правительства в великобритании на демонстрацию в коммерческих масштабах производства сжатого биометана для использования в качестве в качестве топлива для транспортных средств сказал он в сентябре аппи и ее партнеры начинал играет прогрессив энергии и снг сервис получили 11 миллионов фунтов стерлингов на проектирование и строительство установки которая будет преобразовывать бытовые и производственные отходы в сжатый биометан на заводе будет использоваться газоплазменный процессор аппи пресс-релизе аппи говорится что биометан способен сократить выбросы углекислого газа от транспорта на 96 процентов однако что такое плазма ее часто называют четвертым состоянием материи сказал стейн и так если вы нагреваете твердое вещество вы получаете жидкость если вы нагреваете жидкость вы получаете газ если вы нагреваете газ вы получаете плазму далее стейн описал плазму как ионизированный электропроводящий газ заглядывая в будущее стейн с оптимизмом смотрит как на энергетическую так и на топливную составляющей бизнеса мы стремимся конкурировать с ископаемым топливом они строить бизнес на долгосрочных субсидиях и мы видим что это вполне достижимо вот такие вот новости то есть представляете есть уже технологии с помощью которых можно очистить нашу планету от всех отходов не только бытовых еще иметь от этого эффективный какой-то продукт в виде плазмы биогаза мне кажется это очень хорошая тема но почему у нас в россии этим не занимается непонятно светском союзе были очень грамотные ученые они первыми докапывались до все и поэтому неужели сейчас уже не осталось таких ученых которые могут это разработать ну видимо все дело как я понимаю упирается финансирование а финансирование они видимо не получают очень жаль представляете как бы чисто стало на нашей планете если бы эту технологию внедрили везде как это выгодно и как это прекрасно было бы вот так хоть зачитала а то вдруг потом не будет этой статьи может она какая-нибудь секретная я не знаю